В Северском районе в дорожно-транспортном происшествии с цементовозом один человек погиб и трое пострадали. Авария произошла 27 сентября около 13 часов на 34-м километре трассы Краснодар-Верхний Баканский в районе поселка Афибского. По предварительным данным, 56-летний водитель грузовика цементовоза «Мерседес» не соблюдал безопасную дистанцию и врезался во впереди едущий «Форд». После этого произошло столкновение еще с тремя легковушками – «Рено», «Логан», «Шкода» и «Шевролет». В результате ДТП погиб 49-летний водитель автомобиля «Форд». Других пострадавших госпитализировали в районную больницу. В подробностях происшествия разбираются сотрудники полиции. Глава района проверил ход подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду. В первую очередь Адам Джерим осмотрел котельные поселка Черноморского. Котельная местная часть по улице Новая обогревает не только больницу, но также 14 домов и детский сад. Руководитель муниципалитета отметил, что отопление в домах и учреждениях должно заработать в положенные сроки. В поселке Ильский в детском саду номер 7 заменили кровлю. Стоимость работ около 2 миллионов рублей. Средства выделены из муниципального бюджета. На этом руководство учреждения и родители воспитанников не останавливается. В планах на ближайшее будущее благоустройство фасада здания. Следующим пунктом в списке объектов стала школа номер 14. Здесь полным ходом идет установка ограждения. За территорию учреждения для удобства жителей планируется уложить тротуарную плитку. Благоустройство ведется на муниципальные средства и составляет почти полтора миллиона рублей. Также глава района посетил местный дом культуры. Впервые с момента строительства, а это 1966 год, зданий проводится капитальный ремонт зрительного зала. Его стоимость более трех миллионов рублей. Обновление стало возможным благодаря софинансированию краевого и поселенческого бюджетов. Здесь уже поменяли пол, установили новую сцену и удобные театральные кресла на 442 места. Провели отделку стен. В здании появится звукорежиссерская комната. Заработают сплит-системы. Крайним пунктом проверки стала станица Северская. Как и в других поселениях, первым делом глава района проконтролировал подготовку котельных райцентра. Далее руководитель посетил дом культуры. В здании полным ходом ведется ремонт кровли чердачного покрытия. Предположительно, работы должны быть завершены к 23 октября, но есть шансы уложиться в более короткие сроки. Обновление коснулись школы номер 59. В учреждении в этом году осуществлен капитальный ремонт спортивного зала на сумму более 6 миллионов рублей по программе софинансирования как из краевого, так и из районного бюджетов. По завершению объезда районный руководитель проконтролировал укладку новых тротуаров райцентра на улицах Христианская и Шевченко. Пенсионный возраст для женщин составит 60 лет, вместо 63. В Государственной Думе приняли поправки президента к законопроекту об изменении пенсионного законодательства, устанавливающих возраст выхода женщин на пенсию на три года раньше, чем предполагалось ранее. Также глава государства отметил необходимость сохранения всех федеральных и региональных льгот для пенсионеров и введения надбавки к страховой пенсии для живущих на селе. Для уходящих на пенсию в ближайшие два года президент предложил установить особую льготу. Пенсионный возраст для мужчин останется на указанном ранее уровне – 65 лет. Житель Ростовской области в Северском районе украл велосипед. С заявлением о краже в полицию обратился местный житель. Молодой человек пояснил, что у него пропал велосипед, который он оставил возле учебного заведения. Сумма ущерба составила более 7 тысяч рублей. Полицейские осмотрели место происшествия и опросили возможных очевидцев. Задержали подозреваемого с поличным. Похищенный велосипед изъяли и возвратили законному владельцу. В отношении грабителя возбудили уголовное дело, материалы которого уже переданы в суд. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. В Рикевике сервис доставки товаров дронами охватил половину воздушного пространства. Существующим маршрутом в столице Исландии добавилось еще 13. Отклоняться от них можно не более чем на 700 метров. «Клиенты выбирают доставку беспилотникам, потому что это быстрее, дешевле и удобнее. Это надежнее, чем везти по дорогам. В большинстве городов мира на дорогах пробки, и у нас они давно появились». Заказать доставку еды по воздуху можно из ста ресторанов и кафе города. Полетом дрона управляет оператор, который готов вмешаться в случае необходимости. Еду беспилотник спускает с помощью тросика. «Клиент получает текстовое сообщение и нажимает кнопку «Принять». После этого дрон опускает заказ на проводе. Потом покупатель забирает свои продукты. «Иногда я жду его в офисе, иногда выхожу на полянку. И это так здорово, потому что я проголодался и могу заказать еду туда, где нахожусь. Это хорошая услуга». Доставлять еду дронами дешевле, чем автомобилем. Однако заказов пока немного. Сложность в строгих правилах. Покупатель должен получить от соседей письменное разрешение на пролёт беспилотника. В компании считают, что когда-нибудь разрешится и эта проблема. Они планируют расширить парк дронов, а также охватить сервисом доставки весь Ирия и Киевик, за исключением района вокруг аэропорта. Глава службы надеется, что через пять лет половину всех доставок будут осуществлять беспилотники. Таким сервисом уже заинтересовались и в других странах Скандинавии. Ты энергичен, талантлив и креативен? Значит, губернаторский кадровый проект «Лидеры Кубани. Движение вверх» именно для тебя. Прими участие в конкурсе для руководителей нового поколения. Для тех, кто завтра будет определять будущее Краснодарского края. Условия. Гражданство Российской Федерации. Высшее образование. И соответствующий стаж работы. Участие бесплатное. Финалисты конкурса получат. Возможность принять участие в управленческих образовательных программах. Стажировку в государственных организациях и ведущих компаниях Кубани. Персональный консалтинг от лидера бизнеса или госуправления. Комплексную оценку личных управленческих компетенций. Знания от успешных управленцев Юга России. Приглашение в резерв управленческих кадров Краснодарского края. Подробности на сайте liderakubani.rf. Хэштег «Лидеры Кубани». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова